Всем привет! Вы на канале Клёвая рыбалка. Итак, всем привет! Вы на канале Клёвая рыбалка. И сегодня у меня в выпуске будет с оленьей пойманной ранее ряпушки. Как вы все знаете из моих сюжетов, я рыбачил на ряпушку с напарниками. Мы немножко поймали. И как я и обещал некоторым своим подписчикам, что я им отправлю попробовать немножко наши северные рыбки. И вот сейчас хочу снять небольшой сюжет. Я об этом тоже говорил в некоторых своих выпусках, что будет отдельный сюжет. Поэтому хочу завялить, сейчас посолить, завялить, потом чуть-чуть ее подвялить и закоптить. И отправить уже копченую ряпушку. Вот для этого нам потребуется... Вот я купил соль, у нас крупной соли нету. Поэтому вот взял обычную соль. Без добавок она идет, без всевозможных. Потому что для соления не нужен, не нужны никакие добавки. И вот такая вот пачка соли, килограмм в ней. Она идет на 10 литров воды, кипченой. И заливать будем это все рассолом. Добавлю туда еще перец, горошек черный. И немножко лаврушки в рассол. Все это засолить. Потом после соления подвешу подвяливаться. В течение нескольких дней солить будем около суток. Буду 12 часов солить в этом баке. 60-ти литровый бак я сюда поместил куль ряпушки. 100 штук пошло. Сначала просолим одну половину. Ну, то есть я зальюсь ее. Передавим. Потом, может быть, через 12 часов переложу. То есть, внизу наверх, сверху вниз. Чтоб лучше просолилось. Если тут лука будет мало. Ну, думаю, будет достаточно. Вот. Ну и поставим в прохладное место, чтобы все это дело просолилось. А потом, как все это просолится, уже будем снимать вяленье и процесс копчения. Все. А после этого будет отправка. Вот такой сюжет смотрим. Значит, сейчас будем делать тузлуку. Чемного перца добавим, давайте немножечко. Все на глаз. Ну и соль. Необходrete. Ага. Ага. eteит. Кстати. Следующийاء. Так. Ну и. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, сейчас тузлук нужно остудить И после этого будем заливать Придавливать и оставлять на сутки Для остывания тузлука еще потребуется кое-какое время Вот так вот Так, значит у нас тузлук остыл И сейчас просто заливаем, придавливаем Ну вот, покрыло И придавим сейчас Пятилитровой бутылкой придавим И сейчас вторую так положим Так, вот так значит Покрыло Тузлуком рыбу Завтра перевернем еще И все на этом Итак, рыба у нас просолилась Солил сутки Вот Глаза уже побелели Сейчас я ее буду подвешивать И вялить Ну для этого у нас Вот Регистр И Между регистрами я вот Приделал вот такие вот проволоки Постоянно так Вялю рябушку И сейчас Пробиваем дыры И подвешиваем на крючки Крючки у меня тоже вот самодельные Вот такие небольшие И за хвост подцепляем Крючком Вот так вот И подвешиваем В таком состоянии Там есть проволока внутри И снаружи проволока Потому что У меня дома 5 регистров На 50 штук В каждой по 10 влази Но так как я 100 штук Засолил Мне нужно Будет еще здесь Вот в оставшиеся Места Воткнуть рыбу Посмотрим Может быть там внутри Потесню где-то Где-то может Так воткну два Так Посмотрим как получится По обстоятельствам Так На месте Ну все Так у меня будет вялиться Где-то примерно Сутки Или двое Ну там тоже будет видно Крупности рыбы Некоторые будут снимать Которые сильно Вообще Вообще Эта рыба Очень быстро вялится Просто Очень быстро вялится Я не знаю С чем это связано Но Температура Батареи Где-то 80 градусов Вот представьте Наш Потерянный топик Почти кипяток Выходит Давайте попробуем Даже вот Сейчас здесь Потеснить Рыбу И воткнуть Где Не знаю Получится Нет Если получится Это будет Отлично Да вот по краям Можно подвес Пекать Друг другом Решает В принципе В принципе Нормально Вот Значит Вот так Получилось Это я Развесил В каждом Регистре У меня По 15 штук И На Которых Не хватило Я вот Специально Вот натянул проволоку Которая Поверх идет И на нее Повесил Вот Вдоль Как бы Такой вот Эксперимент Раньше Я столько Ряпушки Не вялял У меня Вот Хватало Для собственного Потребления Вот Внутри По одной Но сейчас Я сделал Так Что у меня Внутри Там вот Звук краев Два висит И Чтобы она Не соприкасалась С той Со второй Там Я повесил Одну Внутри То есть Регистра Потом Опять Два Потом Один Потом Два Потом Один Так вот Чередовал И Получается На пяти регистрах Я повесил По 15 штук Внутри Это у меня Получается Так Три Так Шестьдесят Семьдесят Пять штук И двадцать пять Штук У меня осталось Я их Развесил Вот Таким вот Образом Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять По Девять Девять Десять штук На каждом И У меня Получилось На трех Регистрах Вот Вот так Вот Значит Вот Стелется Салфетки Снизу Регистра Чтобы Стекала Ну Вся Вот эта Слизь Там Остатки Рассола Изнутри Рыбы Вот И Подвешивается Вверх Головой Чтобы Желчь Если Там Чуть Чуть Совсем Не Желчи В этой Рыбе Есть Чуть Чуть Совсем Не Сказать Что Прям Так Много Она Тоже Стекала В голову Не Шла Вот В мясо Рыбы В тело Вот И Снизу В связи С тем Что У меня Второй Слой Еще Поверх Снаружи Я Еще Постелил Вот Просто Туалетную Бумагу Вдоль И Снаружи Рыба Капает Туда Ее Слизь Вот Но Это Потом Убирается Все И Все Не Очень Много Как Видите Слизи Не Совсем Много Вот Такая Вот Конструкция Проволочка Обычная Тоненькая Такая Продается Везде На любом Строительном Рынке Я думаю Так Значит Следующая Часть Копчения Вот У меня Тут Помощники Помогают Вот Значит Коптилка Сейчас Я Быстенько Расскажу Про нее Вкратце В Прошлый Раз Я ее Изготовил Вот Она у Меня Вот Такой Конструкции Получилось Вот Дверь Значит Я Вот Так Изготовил Она Пристегивается Вот И Вот Так Закрывается Вот И Внизу Есть Такое Поддувало Сделал Окошечко Сейчас Вот Такое Окошечко Вот Это Поддув С Ручкой Вот Тоже Можно Плотно Закрыть Вот Такой Конструкции Получилось Можно Приоткрыть И Дверь Можно В топку Можно Просто Вот Топку Приоткрыть И Дровь Закидать Можно Убрать И Топку Закидать Сегодня Будем Архой Куда Вот Мелкие Веточки Кидают Так Веточки Мельче Делайте Мельче Совсем Не видно Уже Ничего Уже Темнеет Первое Тробное Испытание Коптилки Я Сильно Много Не буду Показывать Потом Как Приноровлюсь Уже Там Будут Уже Поподробнее Да И Как Теплее Станет Сейчас Пока Холодно Но Время Поджимает Поэтому Вот То Что Завялил Вчера Сутки Уже Сегодня Первые Сутки И Будем Вялить Наверное А Уже Аня Уже Подвялилась Будем Коптить Вот Сейчас Я Загружу Дров В Наш Аппарат Вечером Уже Приодически Буду Выходить Если Получится Буду Снимать Если Нет То Извиняйте Полный Значит Вот Продолжаем Съемки Наши Поптильни Прошло Некоторое Время Вот Я Поставил Решетку И вот Она Немножко Прокруптилась Контр Лом Ничто Нет Сейчас Супруга Подвешивает Тряпушку Вот Такими Вот Методами Которая Подвалилась Достаточно Таких Неплохо Смотрите Как Подвялилась Сейчас Я Обычный режим Слечу Вот Смотрите Вот Подвялилась Сейчас Вот так Вешаем Ее Развешиваем Еще Не знаем Сколько Точно Получится Но Постараемся Поместить Все Которая Я вам Скажу Отлично Просто Заработала Когда Она Разгорелась Как следует Раскопилась Ветки Очень Хорошо Начали Дынить Вот Ольха У меня Температура Уже Достаточно Сейчас Погрузим Для Копчения Подходящая Температура Так И накроем Сверху Пуском Брезента Я его Намочил Но Он Правда Уже Стал Как Этот Сейчас Еще Его Продырявлю Беру Себе Делаю В нем Вот Слышно Близко Не сделай Ага Вот так Вот Выглядит Все Это Дело Начнем Это Фонарик На Докторе Гланди Так Вот Поставил Материал Презер Закинул Вверх Сделал В нем Отверстие Чтоб Выходил Излишки Температура Бочки Нормальная Тепкая Горячая Вот Ну Градусов Может 50 Ну 40 Черт Главное Что Процесс У нас Идет Копчение Система Заработала Дымокур Идет Конкретный Вот так Все Это Выглядит Здесь У нас Дрова Вот Этот Кирпич Убирается Тогда Дверь Открывается Дрова Нормальная И Обратно Кирпичом Кирпич Лож И он Закрывает Дверь Получается Вот Все На этом Ну Вот Что Получилось Вот Такая Вот Картина Маслом Не знаю Каково Будет На вкус Будем Проверять Так Они Покоптились Покоптились Так Вот так Это Дело Выглядит Так Уже Смерть Вторую Парту Загрузим Ну Как Проверим Сравним Как Она Смотрится вот копченая рябушка вот верили сейчас отсюда возьмем счет для сравнения скажем так видно не видно передает нет камер цвет сейчас попробую 1 2 вас там пробовал и хотели так значит так значит первую порцию рябушки сейчас попробовали держал где-то 40 минут ну она переготовила поэтому не для отправки 2 час поменьше буду держать все это накрыл опять здесь у нас пламя хлещет вот она у меня уже стоит сколько минут 7 минут вот эту будем держать минут 30 итак наступил уже который день третий день как я вожусь с рябушкой в количестве 100 штук и вот что у меня конечный результат получился после вяления и копчения вот это я сделал две погрузки в коптильню значит и первую погрузку я погрузил около 70 рыб и коптил на ровно 70 я погрузил и коптил 45 минут результат копчения 45 минут можете посмотреть вот я это рыба которая коптил на ольхе температура 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 я не знаю я так все на это на глаз после этого делал вторую закладку 30 минут и коптил 30 минут вот результат коптил на любитель скажем 70 штук вот таких вот получилось и 30 штук вот таких вот 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 так вот все это получилось сейчас я попробую ну правда до этого я попробовал уже не удержался съел несколько штук сразу так в общем мы подумали с супругой и решили что закопченную такого горячего копчения рыбу пожалуй не стоит отправлять потому что есть возможность что она не дойдет то есть она дайте дойдет но она дойдет не в том качестве качестве которым она сейчас вот выпустилась вот то есть портится пути так вот запах но божественный чё сказать на все и я отправлю рыбу сейчас я занесу еще что что начну делать ту же самую процедуру но я завяжу ее по другому чуть чуть другому способу и отправлю вяленую коптить мы ее не будем в общем так дорогие подписчики всем кому обещал отправить я конечно отправлю но не в таком состоянии состоянии потому что в таком состоянии она не дойдет то есть дайте дойдет но она дойдет подпорченная вот не хотелось бы чтобы это произошло поэтому мы сделаем немножко по-другому все то же самое но немножко по-другому сейчас давайте на ваших глазах я разделаю рыбу и попробуем ее хотя до этого я уже съел целую кучу рыбы не удержался и съел ну что же сейчас нарежем вот видите вот вот из-за того что у нее внутренности есть хоть и мало их но все равно я боюсь что они подпортятся а так они конечно где-то здесь есть недалеко отличные просто уют вот и вот это проверим это вот так вот выглядит чуть-чуть побольше куски можно нарезать ну что же давайте попробуем рыбку очистим и попробуем да вот так она получилась у меня это которая 45 минут это у меня которая 30 минут копки давайте попробуем так вот это рыбка выглядит вот так Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok